Сегодня я хочу, я верю, что Бог мне дал это слово, вчера Он мне дал слово это. И тема такая, страх Господний и Дух Святой. Страх Господний и Дух Святой. Мы в этом месяце говорим о страхе Господне, а сегодня получается Тройце. И Бог дал мне такую идею зачитать вот эти две темы. Страх Господний и Дух Святой. И если вы можете открыть Писание, Евангелие от Иоанна, 14 глава, сначала 18 стих, а потом с 25 по 29 стих. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 18 стих сначала, а потом с 25 по 29. И такие слова мы встречаем. «Не оставлю вас, говорит Иисус, не оставлю вас, сиротами, приду к вам». 25. «Сие, сказая вам, находясь с вами, утешите же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас Ему и напомнит вам все, что Я говорил вам». 26. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. 27. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. 28. Вы слышали, что Я сказал вам, иду от вас и приду к вам. 28. Если бы вы любили Меня, то возрадовали бы, что Я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой болит Меня. 29. И вот Я сказал вам о том, прежде нежели сбилось, дабы вы поверили, когда сбудется». 29. Я хочу сказать на основании 18 стиха, что Бог, и, конечно, когда я говорю Бог, я имею в виду Троицы, и это может заменить и Иисусом, и Дух Святой. 30. «Божество слишком ответственно, чтобы оставить нас сиротами. 31. Бог не может позволить Себе ни в какой сфере нашей жизни оставить нас сиротами. 32. Ни в физическом плане, ни в эмоциональном плане, ни в духовном плане. Он не может. Он отец всех отцов. Он наставник всех наставников. Он не знает, как это сделать. Он не знает, как бросать своих детей в беду. Он не знает. Поэтому Иисус говорит, что не оставлю вас сиротами. Значит, Бог не оставит вас сиротами. Значит, Дух Святой не оставлю вас сиротами. Приду к вам. Всегда приду к вам. Всегда буду присутствовать. И когда Иисусу необходимо было оставить эту землю, Он нашел себе замену из Божества. Он нашел себе не какую-то слабую замену. Нет. Он нашел замену на уровне. Он нашел замену соответствующую. Он говорит, хотя я ухожу, но приду к вам. Приду к вам в лице Духа Святого. Сегодня можно сказать, что мы празднуем тоже Рождество. Потому что Рождество это приход Иисуса Христа на земле. А сегодня это тоже приход Иисуса Христа в лице Духа Святого. Это приход, пришествие, сошествие Бога опять на земле. Потому что Бог никогда не хочет нас оставить. Он не может нас оставить. Мы Его творение. Мы созданы по образу и подобию Его. Его кровь течет по нас. Мы можем забыть о Нем, но Он не может забыть о нас. Библия написана, что даже если кормящая мать забивает своего ребенка, я не могу. Вы можете. Библия говорит, что если вы, будучи злые, даете своим детям какие-то добрые дары, неужели я не сделаю больше? Потому что я с вами, мы не в одном классе. Я Бог. Я был, я есть, я буду. Я не оставлю вас сиротами. Я не знаю, в какой сфере вашей жизни вы чувствуете себя одиноким. Я не знаю, в какой сфере вашей жизни вы думаете, что вы один. Я одна тащу. Я один тащу. Мне никто не помогает. Мне никто не понимает. Не правда до конца. Дух Святой всегда помогает. Дух Святой всегда понимает. И будет помогать. И будет понимать. Если мы в одиночестве сегодня, это наш личный выбор. Если мы живем в одиночестве сегодня, это мы так хотим жить в одиночестве. Потому что Бог уже сделал обеспечение для того, чтобы мы ни в один день, ни в один миг не жили в одиночестве. Получается, самое главное отношение, которое у нас должно быть в этой жизни, должно быть отношение с Божеством. Должно быть отношение с Богом. Должно быть отношение с Сыном. Должно быть отношение с Духом Святым. Тогда мы никогда не будем терпеть тотальную потерю. Мы никогда не будем одиноки. Даже если все оставят нас, все равно огонь Духа Святого будет обогревать нас, пока Бог не даст нам физически других людей. Я не оставлю вас сиротами. Боссе, я не оставлю тебя сиротой. Наташа, я не оставлю тебя сиротой. Николай, я не оставлю тебя сиротой. Я приду в другом формате, я приду в другом лице, но я не оставлю тебя сиротой. Где бы вы ни были, в Украине, в Европе, в Африке, в Антике, где бы вы ни были, я не оставлю тебя сиротой. Пусть это крепко будет сидеть у вас. Не важно, что вы услышите. Не важно, что вы не услышите. Не важно, что происходит. Диагноз, финансовое сокрушение, политическое сокрушение, экономическое сокрушение. Не важно. Я не оставлю вас сиротами. Приду к вам. Помощь на пути. Избавитель на пути. Приду к вам. Да, в другом лице. По-другому. Но я приду к вам. Поэтому Бог слишком ответственный, чтобы оставить меня сиротой. Или чтобы оставить вас сиротой. Или чтобы оставить нас сиротами. Нет. Этого никогда не будет. И иметь Духа Святого должен постоянно побуждать нас. Ребенка мы или взрослый мы. Должен побуждать нас быть частью жизни сирот. Иисус говорит, я не оставлю вас сиротами. То есть вопрос сиротства в моей жизни уже решено. Я могла бы быть сиротой. Но Иисус пришел мне на помощь. Значит, я сейчас тоже, час моей жизни, должна что-то дать сиротам. Мы все должны участвовать в жизни сирот. Потому что мы сами были бы сиротами, если бы не Иисус, который пришел, избавить нас от сиротства. И если Он избавит нас, каждый из нас должен найти пути, как повлиять на сирот. Как повлиять на детей, у кого нет родителей. Есть очень много детских домов. Есть очень много служения в нашей церкви. Постарайтесь быть частью служения для сирот. Есть сироты, физически сироты. Это тоже мы больше всего видим. Дети лишили родителям право, и дети без родителей. Это тоже мы больше всего замечаем. Но знаете ли вы, что есть очень много сироты эмоциональной? Ни с кем говорить. Наш мир слишком занят. Все в вайбере, все в фейсбуке, все никогда живем в одном городе, и никогда даже видеться. Мы же заняты. Сколько людей просто в эмоциональном сиротстве. Давайте будем, вот сегодня была у нас презентация в больничном служении. И Елена Шевченко, да, это вы говорили, что работники больницы говорили, что как раз это то, что нас не хватает. Не хватает вот это эмоциональная помощь. Говорить с людьми, это же время, это же надо сидеть, это же надо молчать, это же надо дать людям выговариваться. А потом, когда они уже говорили, начинают давать людям надежду, это же и эту силу надо взять от Духа Святого. Поэтому, как дам благодарение, то, что мы сегодня не одиноки, мы не сироты, не физически, не эмоциональны. У нас есть церковь, у нас есть домашняя группа, у нас есть люди, которые поздравляют нас с днем рождения, у нас есть люди, которые лелеют нас. Давайте будем сеять, давайте не будем проходить мимо друг друга, как будто мы никого не знаем. Когда-то, я не помню, сестра или брат, свидетельствовал, что во время годовщины, и во время нашей годовщины, приезжают люди из других городов. И, по-моему, это, я уже вспомнила, это сестра. И она говорила, она служитель, если я назову ее имя, вы не поверите. И она говорила, что я иду по церкви, людей из центральной церкви, людей, кого я знаю, я здороваюсь с ними, здравствуйте и так далее. Но она говорила, что те, кого я не знаю, это у нас на годовщина, это здесь, в этом зале. А те, кого я не знаю, я с ними не поздороваюсь, не поздоровилась. И она говорила, что один из знакомых, ну, в кавишках, незнакомый, то есть здесь, да, один из знакомых со мной поздоровилась. И она говорила, мне так стало стидно, мне так стало стидно, что я тут хозяин, ну, якобы, я тут служитель, ко мне приходят люди, это же я первый должен поздороваться, это же я первый должен сказать, о, мы не знакомы с вами. Это же я должен сказать, откуда вы приехали. Давайте будем часть служения для сирот, будем покрывать, будем поддержать людей физически, будем поддержать людей эмоционально, и, конечно, будем поддержать людей духовно. Есть люди духовно сироты, у них понимание Бога зигзаг, непонятно, все, все каша. Я в прошлом воскресенье проповедовала в английской церкви о страхе Божии, но это, это та, страх Божий, как, как смирение. Вот, я тут проповедовала неделю раньше, а там я проповедовала на прошлой неделе. И вчера, да, вчера, субботу, я подвела, подвозила, да, подвозила одного брата из нашего дома, я ехала в Киев, и он стоял на остановке, я остановилась, ну, забрала его до Киева. И он мне говорит в машине, что я хотел задавать вам вопросы по проповеди, которая была в прошлой воскресенье. Я говорю, хорошо, задавайте. Она мне задает вопрос, она говорит, вы говорили о страхе Господне? Я говорю, да. Но, она говорила, он спрашивал, он говорит, ну, я не понимаю. Если Бог, любящий Бог, если Бог, любящий Отец, почему я должен бояться Его? И я поняла, что человек сирот духовно. Вы понимаете меня, да? Я наш сирот, да? Сирота, да. И я поняла, что человек сирота. Просто человек сирота духовно. Потому что это фундаментальный. Это фундаментальный. Срак Божий – это выражение. Срак Божий – это не буквально, это не мучающий страх. И я начала ему говорить, что страх Божий – это уважение. Это самое большое, самое высокое, возможное уважение, которое есть на этой земле. Я говорю, страх Божий – это благоговение перед Богом. Я говорю, это когда мы говорим, я боюсь его ранить. Я осторожно. Я не хочу ничего пропускать. Есть люди, которые элементарные вещи, не понимают. Для меня это был шок. Но, слава Богу, я научена, я не нашла там смеяться. Я не нашла, говорю, а что, ты это не знаешь? Мне стыдно за тебя. Нет. Иногда мы думаем, что люди знают. Они не знают. Поэтому мы говорим, набирайте домашнюю группу. Некоторые из вас 50 лет уже в этой церкви. У вас нет домашней группы. Вы никого не наставляете. Наставляйте друзей. Наставляйте знакомых. Вы не поверьте. Вот. Этот ролик, который мы вам показали, мы показали не до конца. Потому что времени недостаточно. Я имею в виду православный ролик. Дальше, вот эта батушка начала объяснить, что из зелени, вы, наверное, заметили, да, что люди несут определенную зелень. Как называют? Асота, да? Усока. Да. Да. Как? Аир, да? Короче, вы заметили, что почти все носят что-то. Вообще, вы не поверите. Вчера я была в городе, и я видела, что люди носят это. Я начала себе думать, может быть, какое-то полезное растение. Честно, у меня было искушение подойти к кому-то. Я говорю, а что за растение? Ну, полезное, съедомое. Честно. А потом, когда я этот ролик вчера посмотрю, я говорю, слава Богу, что я никому не подошу. Я думаю, что может быть какой-то сезон не полезный какой-то, ну, ну, трава или как, чтобы добавить к своим это самое. А потом, короче, в этом ролике батушка начала говорить, что некоторые люди думают, что с этим ау... они думают, что с этим ау... надо что-то делать. Что некоторые их сушат, чай с него делать или что-то такое. Он говорит, не надо. Он говорит, это просто символически. Что, ну, жизнь, знак жизни, что с этим ау... больше ничего не надо. Украсили, и все. Представьте, сколько людей живут этим. Смешают духовно с магическим. Вы не поверите. Вы не поверите, но, по-моему, вы найдете. Я вчера, когда нашла, когда искала ролик у троицы, чтобы показать вам сегодня. Я попала на вот эту передачу «Все будет доброе». Если вы знаете, украинская женщина ведет. Три года назад, в 2015-м. Вот и что она говорит? Она говорит, вот эти растения, вот это аури, аиры, что их... эстросенс говорит. Что их надо отнести в церкви, освещать церкви. Они тогда, ну, наполняются силой. И даже я уже не смотрела. Но после меня времени не было. Может быть, я потом досмотрю. Но вы понимаете, что я пытаюсь говорить? Есть люди, которые смешивают. Даже эстросенс говорит, что их надо обязательно отнести в церкви, освещать, напитаясь силой. Боже, а потом я вам скажу дальше, что с ним делать. Столько народных обрядов. Потому что люди просто сироты духовно. То, что для нас элементарно. Поэтому, пожалуйста, Иисус избавит нас от сыроства. Давайте мы кому-то избавим от сыроства. Дух Святой обеспечивает нас покрытием. Дух Святой берет и несет ответственность за нас. Я помню, допустим, когда мои дети были маленькие. И если вы заметите, маленькие дети, они часто говорят, мама, мама, мама. Вот. И мы могли быть на площадке, детской площадке. Но когда кто-то из моих детей скажет, мама, я знала, что это мои. Вы понимаете? Вроде много детей, вроде все зовут мам. Но почему-то каждая мама, даже если ребенок так, если она там, знает голос своего ребенка. Почему? Потому что она, ну, как сказать, это мое. Я знаю этот голос. Я за это отвечаю. Вот. Дух Святой тоже так относится к нам. Он берет, ну, как будто, не совсем, но как будто чувство собственности. Вот это мое. Это моя территория. Это моя. Дух Святой дает нам заботу. Иисус даже говорит, утешите. Что делает утешитель? Он заботится о нас. Он заботится о нас физически, он заботится о нас особенно душевно, он заботится о нас духовно. Он дает нам наставление. Дух Святой дает нам наставление. Как нам нужно наставление? Потому что я со своей группой недавно, с одной из групп я поделилась, потому что я читала одну книгу «Мысли широка». И я везде уже рекламирую эту книгу. Такое впечатление, что каждого человека, кого я встречаю, я говорю, а ты читала эту книгу? А ты читала эту книгу? Вот в этой книге Белл Кассом пишет, что возможность нашего мозга неимоверная. Он говорит, что наш мозг может выдержать. Сначала он говорит, что он не согласен с известным выражением, что человек использует только 5-10% мозгового ресурса. Он говорит, что он с этим не согласен. Мы намного используем больше, больше, больше. То есть вот это выражение, оно научно не подтверждено. То есть мозг работает, но точно не на 5-10%. Потом он сказал, что несмотря, вот мы живем в информационный век, информация везде, терабайты, еще что-то такое. Он говорит, что наш мозг может вместить все информации, которые даже сейчас существуют. Но он говорит, вопрос и проблема в том, как достать оттуда. Вы понимаете? Говорит, если мы их хранили там не по порядку, у нас получается кашля в голове. Большая голова, все знаем, да. Но хромаем в том, как достать. Вот почему Дух Святой – это просто аллилуйя для нас. Дух Святой, когда мы обращаемся к Нему, Он раз-раз-раз, поиск. И Он дает нам то, что надо. Он либо сам это делает, либо через кого-то. Я вчера была на спортивном мероприятии, потому что моя дочь, Пелинка, участвовала в соревнованиях. Вот, я просто сидела. Это из школы. Я сидела. Потом подошел ко мне один из родителей. То есть там много родителей. Подошел ко мне. Он мне говорит. Я знаю, что ты меня не знаешь. Ты просто знаешь, что я, ну там, папа, какие-то дети в школе. Но я знаю, что ты меня близко не знаешь. Но я хочу тебе сказать, что я и моя семья, мы молимся за тебя. Мы молимся за твою семью, за твоего мужа. Мы видим, что дьявол уже несколько лет вас атакует. Но не сдавайтесь. Он говорит, что ваш... Ну, как там на машине? Номер. Как называется вот эта плеть называется? Номер, короче, в машине. Вот эта плата, которую мы вешиваем. Где номер машины пишется? Рамка. Ну, есть рамка. Он говорит, что ваша рамка же... Там же написано, Бог сыны. Он говорит, Бог сыны, не сдавайтесь, не сдавайтесь. Я, ну, пожала ему руку. Я говорю, спасибо, спасибо. Я себе сижу. Я говорю, Бог, ты найдешь тысячу путей. Даже там, где я не ожидала. Вот. Там, где я не ожидала. Окей. И вот, я шла домой, не зная, что мне дома ждало испытания. Честно говоря, я не знаю, что дома ждало испытания. Поэтому дома у меня было одно испытание. И вот. И я, ну, прошла это испытание. И я говорю, Господи, как будто ты знал. Потому что иногда, честно говоря, ты хочешь крест поставить на какие-то людей. И Дух Святой наставляет. Дух Святой наставляет. Дает силу. Дает нам благодать не сдаваться. Очень легко сдаваться. Но Бог знает, Дух Святой знает, что надо. И я вот с вчерашнего дня просто размышляю. Я говорю, Бог, Дух Святой, тебе надо же, если нужно, мертвого разбудишь, чтобы наставлять. Чтобы наставлять, чтобы сказать, не сдавайся. Хотя у тебя тысячу причин сдаваться, но не сдаваться. И это слово, наверное, каждому из нас. Может быть, вы думаете сдаваться. Может быть, извините, муж никакой не слышит. Только свое видит. Может быть, есть непослушные дети. Не сдавайтесь. Бог же сын. Бог же сынный. Не сдавайтесь. Поэтому Дух Святой есть, чтобы давать нам именно правильный совет. Вы не поверите. Я вот начала думать. Иногда мы верующие, мы принимаем неправильное решение. Не потому, что мы не знаем, но потому, что не было свое временное наставление. Вы понимаете? Мы, как сказать, мы в эмоции. Понимаете? Мы побеждены обстоятельствами. Мы знаем, что делать, но из-за эмоций мы поступаем по-другому. Но когда мы даем место Духа Святого, Он наставляет нас. Когда мы говорим Духу Святого, окей, Дух Святого, хорошо, окей. А что мне сейчас делать? Что мне сейчас эта красавица делать? И Он подскажет, как быть. Там это потрясающий ресурс для нас. Иисус держал свое слово. Он говорит, что Дух Святого научит вас всему и напомнит все то, что говорит нам. Потому что информация большая. Одна Библия большая. Столько проповедей мы за свою жизнь слышали. Столько наставлений мы получили от своих родителей, от своих родственников. Очень много. Но Дух Святой помогает нам. Вот свое временно. Хранит нас от беды. Это Дух Святой. Это делает ради Божества. Позволяйте ли вы Духу Святому научить вас всему? Иисус говорит, что научит вас всему. Вопрос к нам. Вопрос ко мне. Насколько мы позволяем Духу Святому научить нас всему? Он может дать. Есть уже слово, которое становится пополамо в русском языке. Инсайт. Есть слово. То есть, инсайт это как свет. Понимание. Вот, понимание. Дух Святой может дать понимание. Дух Святой во всех направлениях. Во все науки, технологии, медицины. Хотя невозможно быть и врачом, и астрономом. И невозможно. Но Дух Святой даст нам инсайт. Даст нам понимание во все направления. Потому что он есть паната, наполняющая все. Есть и надо. Конечно, это не значит, что я институт не закончила. Я вдруг стала выдающей, заслуженной хирург Украины. Потому что у меня Дух Святой. То есть, биологию не прошла. Мединститут зачем? Дух Святой же научит меня всему. Беру то, что надо. Кладу кого надо. И вот. Операции делаем. Нет. Нет. Я не об этом говорю. Но если нужно. Если вы найдете себе в такой ситуации. Может быть, какой-то детал, механизм надо забрать. И вы попали один на пол. Машина заглокла. Ну, вот такие вот ситуации. Помолитесь. Дух Святой, пожалуйста. Ты же все знаешь. Помоги мне. Помоги мне. Именно об этом я говорю. Я не говорю, что в институте не надо учиться. Надо учиться. Он поможет нам. Когда мы уже проявляли интерес. Когда мы уже делали шаг. Тогда Дух Святой помогает. Дух Святой также есть. Не знаю, если есть слово по-русски. Но есть слово. Человек, который напоминает. Напоминитель, да? Он напоминает. Как будильник какой-то, да? Он, Господи, это же есть. Потому что Иисус говорит, напомнит вам все. Что такое напомнить? Напомнить, когда надо. Напомнить, когда надо. Это роль Духа Святого в нашей жизни. Когда вы под стресс. Мы часто забиваем что-то. Стресс большой. То есть, есть здоровый стресс. Не большие такие стрессы. Это хорошо. Она составляет перезагружаться. Думать. А когда плохой стресс. Все. Мы теряем себя. Мы выходим из себя. Забиваем все. Забиваем все. Вот в таких ситуациях, когда вы под стрессом. Когда вас давит со всех сторон. Можно забивать какие-то вещи. Даже, ну, элементарные вещи. Но чем больше мы будем соединены с Духом Святым, тем больше мы уже укрепим наши отношения с Духом Святым, тем больше мы будем вспоминать. Он сможет напомнить нас. Мы услышим его голос. Даже среди стресса. Если вы заметили, там, где мы считали, Иисус говорит, что мир мой даю вам. Вы помните, да? Мы считали что-то подобное. Видите? Вместе с Духом Святым приходит мир. Это Дух мира. Приходит мир. Он говорит, что мир мой даю вам. Даю вам высококачественный мир. Даю вам чистый мир. Даю вам мир, который вы не найдете на этой земле. Поэтому он говорит, не так, как мир дает. Потому что Иисус знает, как мир дает мир. У меня эксклюзивный мир. Это у меня мир из другого разряда. Мир Божий. Который превыше всякого ума. И который поможет выдержать любую атаку. Какая бы она длительной ни была. Потому что какая разница. Это же он дает мир. Это же он дает обеспечение. Знаете, иногда вот люди меня спрашивают. А как вы там это все выдерживаете? Я говорю, я ничего не выдерживаю. Потому что я ничего от себя не делаю. То есть не я даю бензин. Не я, ну... Это Бог все выдерживает. Пусть он выдерживает его даже. Если бы это я обеспечиваю. Тогда вопрос может быть, что там у меня сила заканчивается. Что-то заканчивается. Это же не я. Это ролик тоже сказал. Что церковь живет, церковь работает, церковь просветает. Не потому что есть хорошая красавица, как я. Нет. Он говорит, потому что Дух Святой. Вы поэтому подключитесь к Духу Святому. Тогда будет все равно. Два раза вас ударили или двадцать раз. Какая разница? Удар все равно несет не вы. Кто чуть-чуть понимает, о чем я говорю себе. Когда мы своей силой, тогда начинает... А сколько можно? Сколько это можно выдержать? А когда это просто проходит мимо? Да? Иисус говорит, что... Я уже не помню. Лево и право. Тысяча упадет. Какой стороне? Слева, да? Тысяча упадет с левой стороны. И десять тысяч... Это справа, да? Где у нас Кокарева? Ходящая Библия. Тысяча справа, да? Нет. Десять тысяч справа. Хорошо. Вот тысяча слева. Десять тысяч справа. А к тебе не прикоснется никакое зло. Есть такое местописание? Все просто проходит. Да, ты видишь. Один, да? Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Ты просто либо налево смотришь, либо направо смотришь. Налево смотришь. Библия говорит, что твоими глазами ты будешь видеть возмездие Бога. А ты... Какая разница? Потому что не нашей силой, не нашей силой, но силой Духа Святого. Аминь цеков. Поэтому вместе с Духом Святым приходит мир. Чем больше у нас Дух Святой внутри, чем больше этот Дух Святой активнее в нас, чем больше у нас мир. С Духом Святым все выглядит фантастически. Здесь еще есть другие местописания, где Иисус говорил о Духом Святым. Но помните нашу тему сегодня? Срах Божий и Дух Святой. Потому что до сих пор все классно. Я не сирота, у меня мир, у меня все хорошо, я на седьмом небе, халлилуйя, я верующий. Но, когда Дух Святой не почитается, Он начинает действовать против нас. Мы начинаем, мы увидим другую сторону медала Духа Святого. Это то же самое, как родители. Или родители. Родители хорошие, кормят, переживают о нашем будущем. Но когда мы непослушны, мы познаем другую сторону родителей. Та родители, которые су-су-су, та родители, которые ночью не спал, да, когда ребенок болеет. Возьмешь ремень, и как даст, поставит этого ребенка в угол, и так далее. То же самое с Духом Святым. Когда мы не почитаем Духа Святого, Он нам покажет в другую сторону медала. Послание к евреям, двенадцатая глава, с двадцать восьмой и двадцать девятый стих. Итак, приемляя царства непоколебимой, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом. Потому что наш Бог есть огонь поедающий. Бог благ, Бог это все нормально. Но Богу надо служить благоугодно, с благоговением и со страхом. Почему? Потому что есть вторая сторона медала. Потому что тот же самый Дух Святой, который во всей красе, красив, так же есть огонь поедающий. Поэтому мы сами решаем, какую сторону мы вызываем на себя. Мы можем сохранить все то, что мы получаем от Духа Святого, все эти преимущества, о которых мы говорили сегодня. Но Богу надо служить эффективно. Богу нужно служить эффективно. Сегодня очень важно, чтобы мы не смотрели на то, как другие служат Богу. Потому что любовь у многих сегодня охладела. Поэтому надо построить свое личное отношение с Богом. И чтобы не смотреть на то, как другие служат, это надо укрепить наши отношения с Духом Святым. Богу нужно служить. Богу нужно служить. А служить – это не только понятие, которое у нас есть в церкви. Я служу, когда я в прославлении. Я служу, когда я в группе порядка. Я служу, когда я деньги даю на какие-то проекты. Служить Богу намного больше этого. Служить Богу – значит иметь отношение с Богом. Мы служим от нашего отношения с Богом. Это то, что побуждает нас служить. Мы служим прославлением. Мы служим еще где-то благодаря тому, что мы знаем Бога. Это мы делаем прежде всего для Бога. Это служение. Это личное отношение. Если человек будет стараться просто служить, без этого личного отношения с Богом надолго не хватит. Потому что кто-то обязательно наступит на ногу. Лидер обязательно что-то скажет не так. Но когда есть отношение с Богом, все равно кто наступает. Все равно в каком настроении лидер. Потому что есть что-то, которое выше лидера. Это отношение с Духом Святым. Лидер не всегда будет, но Дух Святой будет. Почему я должна позволять временное забрать у меня вечное? Потому что служить Богу – это значит иметь отношение с Ним. Тогда не будет иметь разницы, где служить. Киев – Киев. Не в Киеве, не в Киеве. Прославление – прославление. Не в Прославлении. Какая разница? Потому что это отношение с Богом. Это не название служения. Но это отношение с Богом. Итак, Богу нужно служить благоугодно, с благоговением и страхом Божьим. Иначе мы почувствуем на себе поедающий огонь Божий. Поэтому строить отношение с Богом – это не значит, что страха Божьего уже не имеет места. Нет. И заканчиваю. Хочу напомнить вам известную историю Библии в книге «Деяния». Историю Анании и Сапфира. Известная, да? Вот только новые люди, возможно, не будут знать. Поэтому быстренько мы посмотрим книгу «Деяния». Мы начнем с 4 главой. «Деяния» 4 глава. С 34 по 37. А потом будем читать до 5 главы. Где-то до 11 стиха. Ну, посмотрим, будем читать. Или я просто вам расскажу. Но пока читаем «Деяния» 4, 34. Не было между ними никакого нуждающегося, ибо все, которые владели землями и домами, продавая их, приносили цену проданного. И полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавой, что значит сын утешения, левит, родом Кипринян, у которого была земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Пятая глава. Некоторый же муж именем Анани с женой своей сапфира, продав имение, утаил их цены. То есть Иосия имел землю, продал и принес все деньги ногам апостолов. Наверное, Анани увидел это и тоже не хотел оставаться, да, хотя бы в клубе, те, которые продают землю и приносят все в церкви. И вот они тоже с женой решили продать то, что у них есть. Но второй стих написано, что утаил и сцены с ведома и жени своей, а некоторый час принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить и цени земли? Честно, я не знаю, что происходило. Писали ли они по какой цене? Потому что я думаю, честно, если бы я был апостолом, я бы была рада хоть что-то принести. Вы понимаете? Но, наверное, было особое случай, может быть, обед дали, или, может быть, он пришел и говорит, что у нас уже была земля, а мы продали его за 10 тысяч долларов, и мы вам все принесли. Я не знаю, что там было. Но уже сразу в третьем стихе Петр сказал, Анания, что случилось? Для чего же ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому? Ложь Это наш враг Ложь уничтожает нас Ложь убивает нас солгать Духу Святому? Какому Духу Святому? Он солгает Петру по большому счету. При чем тут Духу Святому? Но вы видите, первые апостоли, они понимали место Духа Святого в жизни. Они понимали место Духа Святого в церкви. Они почти ничего не делали без Духа Святого. Они ходили с ним. Они поняли, что церковь двигается вперед. Не потому, что там есть какой-то сын Петр. Нет. Но потому, что там есть Дух Святой. И что Дух Святой это босс в церкви. Дух Святой это самая высшая инстанция в церкви. Поэтому Петр даже не мог сказать для чего ты солгал мне. Кто ты такой? Он даже не мог сказать для чего ты солгал мне. Потому, что Петр понимал, что такое бесслужителем Божьим. Что он ходит под покровью Духа Святого. И когда мы пускаем Духа Святого вперед, он будет действовать. А когда мы себе пускаем ты меня солгал, ну тогда я должна делать то, что я могу. А что я могу? Ничего не могу. Для чего? Потому, что Духа Святого можно не то, что обидеть, но можно питаться обидеть. Можно солгать на свое уничтожение. Дух Святого и страх Божий. Срах Божий и Духа Святого. То есть строя отношения с Духом Святым, мы должны это все делать на основании страха Божьего. А то это может закончиться самоуничтожением. и утаить из сены земли. Чем ты владел? Не твое ли было? Видите, свобода была, это не какая-то прямо диктатура, что все должны продать, хватило, все должны продать. Самостоятельно. И Петр сказал, это же твое было. И даже после продажи это же твое было. И он говорил, ты солганный человеком, а Богу. Кажется, что мы солгаем человеком. Кажется, что в церкви мы имеем дела с людьми. Но нет. Если священник правильно стоит перед Богом, если священник пускает сначала Духа Святого, пусть люди делают, что они хотят с ним. Дух Святой ответит. Пятый стих. Услышав эти слова, она не пал без дыхания. Петр ничего не сделал. Просто Дух Святой отвечал за себя. Потом мы не будем читать. Через какое-то время жена пришла и Петр тоже спрашивал, за такую ли сумму вы продали? Да, 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 да. Да, да, да. Говорит, хорошо, да, 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 вот, присоединись к мужу. И она тоже упала. Вы можете сами читать. Деяние 5 глава с 1 по 10 стих. 11 стих. И великий страх объяв всю церковь и всех слышавших это. Когда Господь наказывает людей, это не время для сплетни. Это время для увеличения страха Божьего в нас. Когда кто-то делает что-то плохо, плохой, и Бог его наказывает разными путями Бог наказывает людей. И когда написано великий страх объяв всю церковь и всех слышавших это. Поэтому все то, что мы слышим, кто-то там плохо поступал, еще там не совсем плохо поступал, это для того, чтобы я проверила себе, где я шкалей страха Божьего. Это они для того, чтобы говорить, как же он мог. Это они уже с Богом разберут, как он мог и как она могла. но все то, что мы видим вокруг себя, все эти ошибки других людей, все эти негативные явления, которые мы видим вокруг себя, это для того, это должно укрепить, это должно увеличивать страх Божий в нас. Потому что тут написано и великий страх объяв всю церковь. Это не для того, чтобы церковь расслабилась. это не для того, чтобы церковь говорит, если тот лидер упал, значит я тоже могу упасть. Если тот лидер украл, значит я тоже могу украсть. Наказание Божие в жизни других людей это не повод для того, чтобы мы расслабились духовно. А для того, чтобы говорить, если тот лидер упал, значит Божий помилуйся, мне сто раз. Значит, я должна быть еще более внимательной. Если он упал, значит, еще как мне надо бежать за Духом Святым, чтобы я не упал. Видите, одинаковая ситуация. Кто-то видел это как повод вообще расклеиться. А другой должен видеть это. Окей. Я должна быть более аккуратна, более сильной, не давать место дьяволу, убегать, от всякого проявления.